МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Защищая себя", представлял угрозу для месячного малыша. Сегодня Следственный комитет начал расследование дела в отношении сотрудника полиции, который, как утверждают очевидцы, без серьезных причин открыл стрельбу в населенном пункте. Попал в собаку. Хозяйка пса добавляет, что на линии огня находилась коляска со спящим грудничком. Все региональные социальные выплаты задерживаются. Многодетные семьи, ветераны труда и труженики тыла не могут получить положенных денег. На сутки без водоснабжения останутся кировчане, живущие в районе Старого моста. Коммунальщики рекомендуют сделать запас питьевой воды. Глава города теперь официально. Сегодня состоялась инаугурация Валерия Владыкина. Мероприятие прошло в администрации и на удивление скромно. Я счастливый лет на сто. Я счастливый, я не вру. Так счастливым и уйдем. Скоро. Шанс рассказать о своем таланте всему городу и найти свою любовь. Первый городской канал приготовил для своих телезрителей несколько сюрпризов. Такого вы еще не видели. О главных событиях среды 12 октября расскажет информационный канал «Город». В студии Александр Тимшин. Здравствуйте. Защищая себя, представлял угрозу для месячного малыша. Сегодня Следственный комитет начал расследование дела в отношении сотрудника полиции, который, как утверждают очевидцы, без серьезных причин открыл стрельбу по собаке в населенном пункте. Хозяйка пса добавляет, что на линии огня находилась еще коляска со спящим грудничком. Очевидцы предположили, что стрелявший сотрудник мог быть пьян. Впрочем, сегодня в Следственном комитете озвучили результаты освидетельствования. Алкоголя не обнаружено. Но в обстоятельствах и том, кто виновен, еще нужно разбираться. Версии очевидцев и органов серьезно расходятся. У сюжета есть возрастные ограничения. Подробности у Артема Панекаровских. После случившегося 7 октября добряку голоду врач прописал курс антибиотиков и домашний покой сквозной отверстий от пули, которая не задела даже костей. Хозяйка Светлана говорит, ничто иное. Удача все могло закончиться. Кода печальней на линии огня полицейского утверждает, была еще коляска со спящим месячным малышом. Коляска стояла вот здесь, вот на этом месте коляска стояла. Собака была рядом с коляской. Это дача семьи Рябовых в деревне Ключи в 70 километрах от Кирова в минувшую пятницу. Именно там и произошла история, которой Светлана пытается придать максимальную огласку. Говорится, что без видимых причин полицейский в населенном пункте открыл огонь по собаке. Зачем вы это делали? Зачем вы стреляли? Она угрожала, ну как бы, она лаяла, это самое, и как бы угрожала нашей безопасности. Собака должна быть на привязи. Я говорю, так ведь она была у собственного дома, она охраняла ребенка. Светлана вспоминает, как зашла в дом, услышала выстрел, выбежала обратно на улицу и на пороге. Увидела голода и стекающего кровью. Картину случившегося, говорит, помогли восстановить не полицейские, местные жители. Странным им показалось то, что пришли трое незнакомцев из ближайшего леса, местным жителям представились краеведами и заставили поволноваться одного из соседей. У соседа машина стоит, они к машине. С одной стороны, с другой, назад. Он заволновался, пришел к машине. Ребята, вы что тут делаете? Ну, они тут постояли, он не успел до них дойти, они пошли дальше. Вот, не доходя у старого дома, у старого дома, он их окрикливал. Ребята, так подождите, что вы тут хотите? И раз хлопок. Хозяин машины оказался тем единственным очевидцем происшествия из числа местных жителей. Сегодня, правда, поговорить удалось только по телефону и без громкой связи. Мужчина утверждает, что из-за эмоциональных выяснений цели визита в деревню этой тройки неизвестных, лабрадор Голд и побежал навстречу. А близко ли оно, а как оно близко к ним было? Шесть с половиной метров оставалось до них, да? По описаниям очевидцев, стрелявший в момент выстрела находился на дороге параллельно вот с этим столбом. До дома хозяев собаки, но метров сорок. Также описывается, что собака побежала на сотрудников полиции, якобы именно из-за этого и был произведен выстрел. Ну а что важно, немного дальше стояла коляска со спящим младенцем. Небольшая ошибка и могло произойти страшное. Кроме того, местные жители удивлены, неужели в населенном пункте именно такой должна быть реакция сотрудника полиции на любую бегущую на него собаку? Как ранее нам сообщили в региональном главке МВД, тройка полицейских находилась в деревне по рабочим вопросам. Они вели следствие по факту кражи. В соответствии с законом о полиции сотрудник полиции применил оружие. В соответствии с статьей 23 данного федерального закона сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции. Правда, правозащитника Ярослава Михайлова, который в данный момент и занимается этим делом, насторожил целый список деталей. Во-первых, почему следственно-оперативная группа была не в форме, почему не объяснили, кто они такие даже после требований. Местные жители утверждают, что ксивы увидели только после происшествия, когда отношения с ними начали выяснять уже всей деревней. Если будет установлено, что действия сотрудника были неправомерны, поскольку там и коляска заходилась на линии огня, и оснований для применения оружия не было, то его действия могут быть квалифицированы по части 3 статьи 276 УК РФ, а это уже до 10 лет лишения свободы. Поэтому мы не удивлены то, что УВД отрицает незаконность действия сотрудника полиции, который применил оружие, мотивируя тем, что якобы собака бросилась на него. Я видел собаку, но она совершенно не конфликтная. Но еще интереснее причины стрельбы. Дословно, угроза жизни и здоровью сотрудников полиции. Такая норма и правда существует в ведомственных приказах, но другой, более рискованный пример, опять же, с участием полицейских. Известно, что во время следствия по делу мужчины, которого до смерти загрызли собаки в Чепецке, овчарки создали реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников, работавших в тот момент на месте происшествия. Тоже побежали в сторону оперативников, но те приняли решение просто попугать и разогнать. После ряда публикаций в средствах массовой информации, в обстоятельствах стрельбы в деревне Ключи Куменского района решили разобраться и в Следственном комитете. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также выясняются обстоятельства, изложенные в данных публикациях. По результатам данной доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Расследованием произошедшего в данный момент занимается и в МВД. О результатах пообещали рассказать в самое ближайшее время. Артем Паникаровских, Иван Деров, информационный канал «Город». Сегодня новый глава города Валерий Владыкин официально вступил в свою должность. В городадминистрации прошла инаугурация мэра. Придусь при осуществлении предоставленных мне населением полномочий уважать, охранять и отстаивать права и законные интересы жителей города. Для Валерия Владыкина эта присяга третья по счету. Первую он принимал как военный. Потом была клятва Гиппократа. Больше 20 лет Валерий Владыкин работал хирургом. На пост главы города он был избран после отставки по собственному желанию Владимира Быкова. Бывший мэр тоже был на инаугурации и поздравлял. Но уже в должности председателя законодательного собрания. Сегодня я, наверное, волнуюсь не меньше, чем вы, Валерий Николаевич. И хочу вам пожелать, чтобы все те начинания, которые мы с вами закладывали в наши планы, были исполнены. Быков посоветовал новому мэру обращаться к нему за советом, если возникнут вопросы. А Игорь Васильев напомнил, что в 2024 году Киров будет отмечать большой юбилей. К этому времени он хотел бы видеть город обновленным. После вручения нагрудного знака и поздравлений, инаугурация главы города закончилась. Четверг станет первым полноценным рабочим днем Валерия Владыкина в качестве мэра. Больше 200 тысяч жителей области взволнованы задержкой социальных выплат. Это многодетные семьи, ветераны труда, труженики тыла. Всю неделю Министерство социального развития воздерживалось от объяснений. Сегодня ситуацию прокомментировал Дмитрий Курдюмов. Именно он с недавнего времени курирует социальную сферу. Проблема коснулась всех региональных льготников. В регионе их около 240 тысяч человек. В октябре им не выдали компенсации за коммуналку и выплаты по уходу за ребенком для многодетных семей. По словам ИО, заместителя председателя правительства области Дмитрия Курдюмова, все дело в очень непростой экономической ситуации и дефицитном бюджете. Отсутствовала сумма для выплаты всем региональным льготникам до конца года. Порядка 949 миллионов рублей. То есть это вот с такой, ну, как так правильно сказать, сложной экономической ситуацией пришлось столкнуться и ее решать. Сейчас найдены средства областного бюджета. Хочу заверить, что все выплаты после, с 28 октября, наши льготники будут получать. На данный момент удалось найти 621 миллион. Этого хватит на выплаты в октябре и ноябре. Вопрос с декабрем пока остается открытым. Немалую сумму удалось изыскать из областного бюджета. Не исключено, что властям пришлось урезать другие статьи расходов. Но от ответа на вопрос, какие именно, Дмитрий Курдюмов тактично уклонился. Дмитрий Курдюмов. Прививку от гриппа сделали 195 тысяч человек. Это лишь 15% от всего населения области. В этот четверг жители Первомайского района останутся без воды. Холодная вода перестанет поступать в квадрат, ограниченный улицами Володарского, Пятницкая, Казанская, Набережная Грина и Просоюзная. Без воды останутся также жители микрорайонов Красной Звезды и Красного Химика. По заявкам управляющих компаний, к домам будет организован подвоз воды. Ремонтные работы на водоводе обещают завершить к утру пятницы. В городе открыли еще один кадетский класс ГИБДД. Сегодня у юных инспекторов дорожного движения прошла торжественная линейка. Ученикам выдали пилотки, нагрудные значки и удостоверения. Определены любимые места отдыха кировчан. Голосование шло в социальной сети в течение месяца. В тройке лидеров оказались парк Уцирка, Александровский сад и Набережная Грина. На основании полученных данных управления по делам молодежи, физической культуре и спорту выпустит мини-путеводитель по городским зонам отдыха. Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. Один человек погиб в ДТП в поселке Садаковский. Там водитель иномарки потерял сознание и врезался в дерево. Ожидается туман и мокрый снег с дождем, в то время как МЧС предупреждает о вероятности увеличения числа ДТП. В администрации сообщили, коммунальщики начали готовить дорожную технику к зимнему содержанию дорог. Я счастливый лет на сто, я счастливый, я не вру, так счастливым не уйдем. Скоро. Шанс рассказать о своем таланте всему городу и найти свою любовь. Первый городской канал приготовил для своих телезрителей несколько сюрпризов. Такого вы еще не видели. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Один человек погиб в ДТП в поселке Садаковский. Там водитель иномарки потерял сознание и врезался в дерево. Подробности этого и других происшествий далее отметим. Рубрика «Место происшествия» имеет возрастное ограничение. По данным ГИБДД, трагедия произошла во вторник вечером. На улице Московский водитель иномарки во время движения почувствовал себя плохо. В поселке Садаковский водитель автомобиля «Шкода Октавия» во время движения, со слов его пассажирки, потерял сознание, после чего автомобиль совершил съезд с дороги и наезд на дерево. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя от неизвестной причины. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняется истинная причина смерти водителя. По факту ДТП проводится проверка и сейчас выясняется истинная причина смерти водителя. Поездка до банкомата может закончиться штрафом и лишением прав для пьяного водителя «Лады» 10-й модели. На улице профсоюзный мужчина не захотел прогуляться до источника денег пешком, хотя идти-то всего лишь 100 метров, а решил проехаться на своей машине. Впрочем, автолюбитель не догадывался, что о нем кто-то сообщил в дежурную часть полиции. Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны. «Катались?» «Проехал чуть-чуть». «Проехал». «Понял, а как бы далеко хотели ехать?» «Да, банкоматы, думаю». «А банкомат, я так понимаю, что недалеко совсем, да?» «Угу». «Сто метров». Проехал лишь 100 метров и теперь, возможно, лишится прав. После такой обидной поездки Александр пообещал, что за руль в пьяном виде больше никогда не сядет. В Нововятске на улице Советский водитель «семерки» нагло подрезал и уценил машину с камерой. После инцидента нарушитель скрылся. Владелец регистратора, в свою очередь, поспешил осмотреть машину. От удара у нее помяло крыло. Сейчас автор видео ищет виновника ДТП. Ожидается туман и мокрый снег с дождем, в то время как МЧС предупреждает о вероятности увеличения ДТП. В администрации сообщили, коммунальщики начали готовить дорожную технику к зимнему содержанию дорог. Общая площадь улиц города, которую предстоит убирать от снега, почти 7 тысяч квадратных метров. Мэрия уже заключила контракты с подрядчиками. Обслуживать дорожную сеть этой зимой будут 8 организаций. Сейчас в их распоряжении 170 единиц техники. Готовность машин к зиме по отчетам 90%. Нам необходимо было заготовить 10 186 тонн песко-соляной смеси, 800 тонн быстро растворимых гранул «Бионорд» для содержания уличной дорожной сети. Сейчас проведены конкурсные процедуры определенный подрядчик по поставке песко-соляной смеси. Еще более 8 тысяч тонн песко-соляной смеси и 1200 тонн «Бионорда» понадобятся городу на период с января по апрель. Впрочем, уже сейчас метеорологи предупреждают автовладельцев. По прогнозу, до конца недели в районах области ожидается мокрый снег с дождем и туманом. Также порывы ветра до 14 метров в секунду. Как сообщили в МЧС, возможны аварии на коммунальных системах и системах электроснабжения. У кировчан есть шанс рассказать о своем таланте всему городу и найти свою любовь. В разгар нового телевизионного сезона Первый городской запускает сразу два уникальных проекта. Один будет помогать кировчанам устроить личную жизнь, другой сделает из любителей настоящих звезд караоке. Одним словом, скучно эта осень не покажется никому. Душа поет, а среди слушателей только родные и друзья, тогда новый проект «Звезда караоке» точно для вас. Он для тех, кто любит петь и хоть немного умеет это делать. И не важно, кто вы по профессии, есть ли у вас музыкальное образование и сколько вам лет. Кастинг грандиозный, большой кастинг, где мы наберем 20 человек и всего лишь 5 из них выйдут в финал. Жюри будут известные люди нашего города и не только. Известные люди даже нашей страны, возможно, но об этом мы расскажем позже. Проект «Звезда караоке» уже не один сезон пользуется большим успехом в Калининграде. За несколько лет на сцену вышли сотни вокалистов и мало кто из них имел музыкальное образование. Педагоги, менеджеры, товароведы, таксисты. Люди самых разных профессий теперь не иначе, как настоящие звезды в своем городе. Мама, вытри слезы, а иначе быть в беде, глупые вопросы, что я делаю и где пропадаю я, ночами пропадаю я. Но я ничего не могу сделать. Три звезды. Кастинг любителей караоке в Кирове, который пройдет 29 октября, обещает быть масштабным. Желающие уже записываются в очередь. О времени и месте можно узнать в официальной группе проекта «Звезда караоке». 13 ноября в эфир выйдет первая программа. Пойте как звезда, очаровывайте жюри и болейте за самых ярких участников. ПОЕТ На восхитительных штанах Еще один новый проект, над которым сейчас работает редакция развлекательных программ первого городского будет называться «В активном поиске». Ведущие и журналисты собираются сделать все, чтобы сменить семейный статус одиноких кировчан. Отправить заявку на участие можно уже сегодня в официальной группе ВКонтакте. Анкета абсолютно простая. Нужно всего лишь приложить свою фотографию и небольшой рассказ о себе. Естественно, нужно, чтобы человек был одинок. Женатых мы не принимаем. Сколько времени понадобится участникам, чтобы завоевать чью-то симпатию и на что готовы кировчане ради настоящей любви. Все это пока за кадром новой программы. Но ждать осталось совсем немного. Новые проекты на первом городском канале стартуют почти сразу после финала второго сезона «Похуделом». Судя по тому, что уже сегодня происходит на съемочных площадках, он будет ярким и неожиданным. Финал «Похудела» выйдет в эфир 30 октября. Потом у телезрителей будет немного времени, чтобы перевести дух, ну и добро пожаловать, петь песни в программе «Звезда караоке» и переживать за героев программы в активном поиске. Ксения Зиновьева, Александр Рожков, информационный канал «Город». И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит Ольга Медведева. Если грибов нет, а орехов много, зима будет суровой и снежной. А если белка уже сменила свою шубку, зима будет мягкой. Так гласят народные приметы, а я расскажу вам о погоде на завтра. 13 октября в Кирове ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 4 градуса, ночью плюс 1. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметра ртутного столба. Я желаю вам легкого четверга. Такой была эта среда, 12 октября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok